Эстетика в разрезе. С Ольгой Засили. Юрий Леонидович, я очень рада вас видеть, потому что вы один из столпов для меня. Пластической реконструктивной хирургии, человек с совершенно фантастическим кругозором, знаниями и совершенно уникальным хобби. Поэтому мне очень хочется рассказать про вас и чтобы вы рассказали нашу аудиторию по максимуму о том, как стать вот таким. Я честно хочу сказать, что суперспециалист это само собой, но совершенно фантастический и любящий муж. Совершенно безумный отец, который готов на все ради своего ребенка, так же, собственно, как и мы. Скажите, как можно сочетать в себе все эти параметры, все эти качества на абсолютно одинаковом уровне? Вот я знаю вас много лет, я вот не скажу, что какое-то одно проваливается, а другое, значит, зашкаливает. Все вот ровно. Как это можно? Как достичь? Материна Витальевна, я даже не знаю, как это можно. У меня не было какой-то специальной программы развития, которая позволила достичь. Но я думаю, что часть того, что вы сказали, это сказано мне авансом. Мне до этого нужно еще дотянуться, дорасти. Но, тем не менее, я считаю, что профессионализм и его приобретение – это только работа. Когда говорят, что какой-то талант должен быть у хирурга, да, наверняка, может быть, какое-то должно быть чувство вкуса, да, глаз должен быть воспитан правильно. Но работа, она как раз приводит к тому, что появляется профессионализм. Чем больше работаешь, оперируешь, тем лучше оперируешь. Чем больше читаешь, тем больше знаешь. Здесь никаких секретов нет. Потому что, если люди говорят, вот этот талант, человек этот не очень, этому повезло, этому не повезло. Нет, просто один больше работал. Если так не парламентский выразить, больше пахал. И все. И его ждет успех. Если же человек проявляет ленность какую-то, где-то там что-то где-то словчить, где-то уйти в сторону, где-то не доработать, где-то не дочитать, ну, соответственно, оттуда и выхлоп будет совершенно другой. Вы один из немногих, кто стояли у истоков создания реконструктивно-пластической хирургии молочной железы. И вы пришли в это направление не как сейчас приходит молодежь, которая видит только денежные знаки за, так сказать, за названием пластический хирург. Вы пришли, как я всегда говорю, из большой медицины. В медицину и в хирургию я пришел благодаря удачному сечению обстоятельств. Мне удалось в девятом классе побывать на операции у Амосова, у академика Амосова в Киеве. Тогда я еще колебался, не знал, кем я буду. Я отстоял там на куполе порядка пяти часов. После этого решение созрело буквально за одни сутки. А что было за операция? Операция на сердце была операция, и восьмилетние девочки, академик. Там, по-моему, какой-то порог сердечный был. Тогда я еще, может быть, не сильно понимал, какой он оперировал. И вместо того, чтобы оттолкнуть меня вот этими кровавыми сценами, почему-то мне это очень понравилось. И мое решение вызрело достаточно быстро. Я приехал домой и сказал, что я буду хирургом. Но не кардиологом же вы ставите? Не кардиологом, нет. Сначала я только решила о хирургии. В дальнейшем я всегда любил эстетику. Мне всегда, я люблю, у меня такой созерцательный склад ума. Я могу получать удовольствие от дизайна автомобиля, авторучки, архитектурных каких-то проектов. Для меня красота, она, в общем-то, безотносительная к какому-то объекту. Но, тем не менее, красота тела человеческого, она, наверное, видимо, превалировала. Люблю рисовать, точнее, любил рисовать. Сейчас просто некогда этим заниматься. Я считаю, что пластический хирург должен уметь рисовать. И когда хирургия уже, так сказать, была у меня в руках, речь пошла уже о пластической хирургии. Все-таки давние свои мечты нужно было воплощать каким-то образом. Ну и повезло так, что когда открылись ворота, вот в 90-х годах, туда ринулись, по-моему, все, кому нужно и кому не нужно. Но я в том числе в этой толпе. Вот так я пришел в пластическую хирургию, эстетическую. Но реконструктивная она, почему произошла в моей биографии, работал в онкоинституте, поэтому без реконструкции никуда нельзя. Сначала занимался таракальной хирургией, онко-таракальной. И потом, соответственно, раз уж работаешь в таком учреждении, невозможно бы остаться только эстетиком, эстетической хирургией. И, соответственно, реконструктивная хирургия занимает у нас, в общем-то, немаловажный или такой немалый сектор или ареал наших общих операций. Ну я правильно понимаю, что вы делаете реконструктивные операции, вы делаете увеличивающие эстетические на молочной железе? Практически весь спектр операций реконструктивных в онкологии, лицо и эстетические. Я не говорю, ведь реконструктивная хирургия широкая, мы не говорим о реконструкции костей, мочевого пузыря и прочих вещей. Это прерогатива специалистов, тех, которые этим занимаются. Но поверхность человеческого тела, включая это рак молочной железы, это раки, это меланомы, то есть те операции, которые должны быть сделаны не просто по принципу онкологического нигилизма, то есть отрезал, а дальше уже там живи как хочешь. А это все должно быть восстановлено, желательно одномоментно. Поэтому если мы убираем какую-то большую опухоль на лице, допустим, нос века или что-то, мы должны сделать так, чтобы человек и функционально, и в эстетическом плане имел достаточно хорошие кондиции, мог выйти за пределы нашего учреждения и не проклинать нас после того, как мы его полечили хирургическим способом. Это само собой. Но и эстетическая хирургия, она всегда для меня была достаточно важным аспектом моей деятельности. И тут тоже достаточно широкий спектр проблем. Практически нельзя говорить, все операции, все делать невозможно. Но на всех органах поверхностных локализаций я оперирую. А как правило, вы знаете, тот, кто делает грудь, он делает обдоминопластику или посакцию. Тот, кто делает лицо, он может уже больше ничего не делать. И носовики, как их называют, вот ринопластика, это, как правило, такая отдельно стоящая операция. Ее очень редко кто выполняет вместе с лицом. Это, как правило, вот они почему-то стоят обособленно. Специалисты, которые занимаются ринопластикой. Знаете, меня всегда удивляли специалисты педикюра и маникюра. Почему-то это разные специалисты. Мне казалось, что это настолько близко и похоже, что это мог бы делать и один. То же самое и здесь. Один человек может в себе совмещать знания различных и умения в различных аспектах. Хорошо, а вы знаете анатомию с закрытыми глазами? Вот вы закрыли глаза, и вы видите все нервы, сосуды. Так, конечно, говорить может быть не скромно. Но, по крайней мере, то, что нужно знать в данной отрасли, я знаю, конечно. Потому что самый основной вопрос – это не знание анатомии или знание анатомии недостаточно. Поэтому хирурги не идут на часть операций, которые достаточно… Сложны ли ответственны, да, согласен. Ну, я считаю, что мы их знание достаточно для того, чтобы делать эстетические операции на лице и реконструктивные. Более того, реконструктивная хирургия помогает делать эстетику. Потому что, когда человек идет из эстетики, у него есть какие-то границы. Он не может зайти дальше, потому что он там никогда не был. А реконструктивный хирург, ему жизнь подбрасывает ситуации, когда мы видим то, что мы не видели в эстетической хирургии. Мы видим эту анатомию, и мы не боимся повредить какие-то структуры, потому что они уже априори повреждены онкопроцессом. Мы идем, видим то, что не хотелось бы видеть с точки зрения эстетики, но мы это видим. И поэтому вот это расширение ареала наших знаний, наше видение в реконструктивной хирургии помогает немножко более спокойно и, соответственно, ответственно чувствовать себя в эстетических позициях. Получается, что у вас уже более сложная эстетическая хирургия, которая связана с онкологией, потому что восстанавливать это всегда… Это реконструктивная, да. Она, конечно, сейчас, в наше время пациенты предъявляют нам требования как к эстетическим операциям, но это не всегда возможно. Реконструктивные операции, они, конечно же, более обширны, и требования к их результату, скажем так, будем честными, более низкие, нежели к эстетическим операциям. Но, тем не менее, мы стремимся подтянуть. То есть реконструктивную хирургию, молочной железы и также лица пытаемся подтянуть до уровня эстетической. И критерии оценки должны быть уровней эстетической. Ну, это вот… Критерии оценки кто задает? Хирург или пациент? Хирург для себя должен задавать критерии оценки, пациент и себе. А если они не совпадают? Они могут не совпадать, но у хирурга более жесткие критерии, нежели у пациента. Обычно чаще бывает, что пациент доволен тем, чем недоволен хирург, потому что недостаточно знаний. Он не видит тех моментов или тех огрехов результата, которые видим мы. Эстетика в разрезе. Хирургия – это сложно? Да, наверняка это сложно. Но эту сложность уже не воспринимаешь, когда уже окунулся полностью. Как-то кажется, что это рутинно. На самом деле человеческий организм – это самое сложное изделие, да? По крайней мере, в обозримой нами Вселенной. Более сложного… И более совершенного нету. Совершенного, не знаю насчет совершенности, не знаю, наверняка можно поспорить. А вот именно более сложного по строению, это и анатомия, и физиология, и патологическая физиология, пока нет. Поэтому, конечно же, медицина – это самый сложный аспект человеческой деятельности на сегодняшний день. И хирургия реконструктивно-пластическая не является исключением. Это женское или это мужское? Это общее. И женщины прекрасно могут быть хирургами прекрасными, и мужчины могут. Да, может быть, есть какие-то отрасли знания медицинского или же специальности, которые, мне кажется, должны больше мужчин. Допустим, травматология, где нужны физические кондиции. То есть травматолог – это хороший слесарь. Да, потому что на жестких структурах работает, он должен понимать принципы слесарных, там, соединения по типу замка и прочее, прочее. Это шурупы, это пластины, это плоскогубцы, кайки, винты и прочее, прочее. Это слесарное искусство, мне кажется, должно быть, хотя есть и женщины, которые работают в травматологии достаточно успешно. Эстетическая хирургия, ну, здесь 50-50. Тут и женщины, и мужчины могут проявить себя совершенно одинаково. Здесь не нужны какие-то физические отличия для того, чтобы показать себя на этом бобрище. Эстетика в разрезе. Я спросила нашего большого друга Роя Девита, у него сыну 20 лет, и я сказала, вот скажи, Павел Рой, ты планируешь, чтобы он все-таки стал хирургом, ты можешь его научить? Я считаю, что это, конечно, самый оптимальный вариант, когда ребенок хочет унаследовать твою специальность, потому что ты можешь ему передать самый сложный опыт, самые заковыристые какие-то подтексты рассказать. И это здорово, потому что не всегда ты хочешь и можешь рассказать это любому другому человеку. А здесь, как бы, вот, что называется, карты идут в руки. И он меня немножко ошарашил своим ответом. Он сказал, что ты знаешь, Ольга, я не хочу, чтобы он был врачом вообще, не только хирургом, потому что, как бы, степень вознаграждения за степень ответственности и риска не соответствует. Не соответствует, он сказал. И я не хочу, чтобы он тратил свою жизнь на преодоление этого несоответствия. Вы отправили свою дочь в медицинский институт, вы настаиваете, она у вас красавица, умница, вы настаиваете, чтобы она была врачом, хирургом. Почему? Вы уверены? Вот почему вы считаете, что она хочет быть специалистом в медицине? Или это ваше желание, чтобы она была лучше вас? Я... Хотя это сложно. Увлекался и увлекаюсь фантастикой. И вот буквально года два назад, не могу вспомнить сейчас название книги, но смысл в том был, что некая цивилизация, там существуют также жители, они умирают, и потом их душа возрождается в новом человеке. Но, при этом, она все помнит. И все сумма знаний остается при ней. То есть, получается, развитие, человек умер, возродился, пошел дальше. Еще раз возродился, еще пошел дальше. То есть, здесь тренд идет восходящий. То есть, развитие. Если мы не будем поддерживать династию, у нас будет пилообразный. То есть, человек будет начинать с нуля. Если человек стоит на плечах, как кто-то говорил, да, я видел так далеко, потому что стоял на плечах гигантов. Я не о себе, я просто говорю, чтобы было понятно. Когда мастерство и вот это ремесло, скажем так, ну, грубо говоря, да, передается из рук в руки, это гораздо эффективнее, это экономит время, нежели человек, кстати, до него будет доходить. Может быть, человеку, который начинает с нуля, ему потребуется всю жизнь, чтобы дойти до какого-то момента, а человек, который получает эту квинтэссенцию этих знаний, у него стартовая площадка выше. То есть, этот человек, он и должен быть выше своего учителя и также передать дальше. То есть, династический путь развития науки и всего, он всегда будет эффективнее, нежели случайным образом, потому что каждый будет начинать с нуля, выпрыгивать сколько может, следующий опять с нуля, а в результате пила будет на одном месте. Поэтому я считаю, что вот я ей мог в этом аспекте дать гораздо больше, нежели она бы сама пошла куда-то по другому пути и начинала бы с нуля сама. А у вас были врачи в роду? Ну, не прямые родственники, но были. Вот как раз, когда я говорил о Киеве, там как раз это мои родственники, которые... Наставляли вас? Да, наставляли, да. Ну, хорошо, и как идет процесс взаимопонимания? И сейчас же очень модно воспитывать демократично, то есть, дать возможность человеку выбрать. Хотя, в принципе, я хочу сказать, что это очень сложно. Молодые люди, я не знаю, насколько они способны выбрать при таком многообразии и изобилии непонятно чего, собственно говоря, потому что все получают какие-то дипломы, работают не по специальности. Ну, крайне стены всегда патологичны, поэтому выбирать из того авторитарного воспитания или же демократичного, я бы не стал, истинно всегда где-то посередине находится. То есть, я стараюсь даже балансировать, потому что вроде бы и давать немножко воли, и в то же время не отпускать окончательно, потому что воспитывать человека или там, как придорожную траву, не нужно. Вот вседозволенность и вот полное отсутствие контроля, она может привести к каким-то нежелательным девиациям в развитии. Все-таки контроль, он не должен быть тотальным, он не должен быть всеобъемлющим, но он должен иметь какой-то основной тренд, который мягкая сила, которая подталкивает в нужном направлении, и желательно, чтобы воспитуемый об этом не знал. Ему казалось, что это ее решение. А кто у вас мягкая сила? Кто у вас мягкая сила? Я, наверное. А скажите, пожалуйста, я подписана на вашу дочку, мне очень нравится, как она ведет свой Инстаграм, и я вижу, у нее есть очень интересное хобби, которое, в общем, я так понимаю, захватывает ее эмоциональную составляющую очень сильно. И я понимаю, что, наверное, она вынуждена вам доказывать, что она может сочетать и профессию, и хобби. Ну, она уже, наверное, доказала все. У нее там, в ее комнате, там, целая тумба, которая заставлена какими-то грамотами, кубками и прочее, и прочее, она состоялась как любитель, я не говорю, как и профессионал. Профессионалу нужно было с трехлетнего возраста заниматься, но как любитель она очень хороша в этом деле. Я думаю, что она уже приближается к профессиональному уровню. Ну, хобби должно быть у человека. Человек не должен заниматься одним и тем же, не имея каких-то разных интересов, разносторонних. Потому что чем больше реал наших знаний, наших интересов, тем больше мы можем творчески подходить в нашей профессии. Потому что там знаешь, можно применить это знание здесь. Если человек только знает хирургию, он ее не знает в достаточной степени. Это не я сказал, это сказал Юдин Сергей Сергеевич, который прекрасно играл на скрипке, был музыкантом. Хобби должно быть? Ну, может быть, это хобби перерастет в основную ее профессию? Вряд ли, потому что я уже говорил, что этими вещами нужно заниматься гораздо раньше. Ну, а то, что она достигла определенных успехов помимо медицины, это очень здорово. Разносторонняя личность, она никогда не была патологична. Кроме того, что нужно стоять на плечах у гиганта, что еще вы можете посоветовать молодежи, для того, чтобы они стали успешными, для того, чтобы они получали... Потому что для того, чтобы стать успешными, нужно получать удовольствие от своей профессии. Вот что вы им посоветуете? Особенно тем, кто сейчас сидит, слушает Московый Брестмитинг, который проходит шестой год подряд и пытается усвоить. Ну, первое, мы должны понимать, что пластическая хирургия, ну, в частности, эстетическая, она коммерциализированная отрасль, да? Очень. Вот. И мотивация многих на сегодняшний день немножко смещена от нормы. Я не ханжа, я не хочу сказать, что я там какой-то бессеребренник или что-то там. Но сначала, на мой взгляд, нужно дать, а потом взять, но никак не наоборот. Если во голову угла ставить только заработок, и если твои операции будут продиктованы, и подход к операции будет продиктован только коммерческими интересами, ничего хорошего не выйдет. Хирургия – это своего рода спорт. Нужно себе самому, прежде всего, доказать, что ты можешь. Даже без материальной подкладки. Вот можешь и все. Вот какую-то гарантию поставил, взял, потом следующую, следующую. А потом уже все остальное приложится. Если наоборот, с изнанки заходить, я думаю, что будет очень мало, потому что операции будут проходить совершенно по-другому. Они будут направлены только на одно. Страх осложнений у коммерциализированных людей, он очень велик. Они никогда не переступят, не заступят, потому что, ну, потому что потому. Видение нужно поменять свое. Вот если это так, то нужно поменять видение. То есть сначала дать, потом уже. То есть медицина – это не про деньги, медицина – это про профессионализм, который приводит тебя к обеспеченному вознаграждению. Это преодоление себя, прежде всего. Преодоление себя в каком смысле? В смысле своих страхов, своих боязней не сделать, потому что перед тобой же человек лежит. Если я, допустим, собирал бы вот эти столы, я бы не боялся. Но в конце концов не получилось, я выбросил, взял новую заготовку, переделал, да, или закройщик. В любом случае, если что-то там у него не так, он может взять еще новый отрез материала и сделать. У нас права на ошибку нет. Поэтому всегда существует какой-то страх не выполнить то, за что ты взялся. Или выполнить, или же сделать, ты можешь сделать все правильно, абсолютно идеально, но что-то пошло не так. И это что-то не зависит даже от хирурга. Он все сделал анатомично правильно, но какие-то факторы вмешались, которые от него не зависят, и результат получился не тот, какой он хотел. Вот страх именно вот этих моментов, его нужно каким-то образом контролировать или преодолевать, если можно. То есть, но страх, он должен быть всегда. Люди, которые идут бесстрашные, так называемые, которые идут, человек, для которых просто субстрат для их работы, это ненормально. Любой нормальный человек должен бояться сделать что-то не так. Ну хорошо, а если эта боязнь будет мешать и парализовывать мозг? Нет, это тоже, я же говорю, кратности патологичные. Она должна, не должна парализовывать, но человек, я вот, допустим, если я могу сделать тысячу операций или две тысячи каких-то операций, но каждый раз, когда я иду, я все равно, у меня какой-то вот звоночек там есть, который там можно, нельзя, а вдруг, а как, а почему. Казалось бы, уже методика отработана до того, что с закрытыми глазами можно сделать. Ну, каждая операция идет по-разному. И потом, когда ты приходишь домой, анализируешь и думаешь, почему я сделал так, кто водил моими руками, то есть, я же час назад не был глупее, чем я сейчас, почему я сейчас думаю, что я сделал, надо было сделать по-другому. То есть, здесь очень такие вот тонкие моменты, тонкие грани, но бесстрашных хирургов я всегда опасался. Приходили ко мне на учебу, когда я вижу, когда начинается вот это там, то есть, человек как к железяке относится к человеку, это толку не будет. Лучше он будет, пусть будет больше бояться, он медленнее будет прогрессировать, но он будет прогрессировать в правильном направлении. А тот, который заступил за эту черту, то есть, ему не страшно за того человека, который, когда он оперирует, вот здесь же не беды. Для профессионала, какой процент теоретической подготовки, какой процент практической подготовки, вот что вы можете посоветовать молодежи? Вы уже говорили о том, что это не то, что там золотые руки, как все говорят, у доктора золотые руки, это бешеное количество времени, проведенное в... В процентах не могу сказать, наверное, 50 на 50, и так, как говорят, для дома что важнее, крыша или стены? То же самое и здесь, и теоретическая подготовка должна быть. Она, конечно же, должна предшествовать практике, потому что, ну и практика потом в дальнейшем начинает тянуть за собой теорию, потому что ты сталкиваешься с такими моментами, которые тебе в теории не преподавали, а жизнь тебе потом преподала эту теорию, и уже она, практика становится и теорией тоже. Поэтому эти вещи взаимосвязаны, ну, наверное, пополам. Отлично, спасибо большое. Было очень-очень интересно и узнавательно. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Эстетика в разрезе. С Ольгой Засиевой.